Первоуральские школы открыли свои двери для 12 тысяч учеников, более двух тысяч из них первоклассники. Для них в образовательных учреждениях открылись современные спортивные залы, лаборатории и центры научно-естественных дисциплин. Подробнее об уральских школьниках в следующем сюжете. В этом центре научно-технических дисциплин Первоуральского лицея номер 21 школьники уже с пятого класса могут определиться с будущей профессией и начать к ней подготовку. Материально-техническая база теперь позволяет провести профориентацию и подготовить детей для поступления в медицинский или химико-биологический вуз. Скажите, пожалуйста, какие профессии востребованы для экономической области? 11-классники начали выбирать вузы и будущие профессии. Главный вопрос, кем нужно стать, чтобы быть востребованным, сегодня школьники из Асбеста задают губернатору Свердловской области. В этом году в регионе более 20 тысяч 11-классников, которые, говорит Евгений Куевышев, через несколько лет станут квалифицированными специалистами в больницах, школах и на промышленных предприятиях. Такого-то узкого направления потребностей в специальностях нет. Сегодня экономика нашей области развивается так, что постребованы практически все специальности. Но в любой отрасли, в любой специальности нужно быть хорошим специалистом. Новый учебный год в Свердловской области стартовал в очном формате. Свои двери школы открыли для более чем 532 тысяч учеников нашего региона. Губернатор Евгений Куевышев навестил и первоклассников. В этом году в Свердловской области их почти 60 тысяч. По прогнозу, до 2030 года число школьников увеличится еще на 50 тысяч. Поэтому в Свердловской области актуален вопрос увеличения учебных мест и строительства новых школ. Только в ближайшие три года в регионе планируют открыть 21 учреждение. Проект одной из школ на 500 мест презентовали в селе Касулино. А губернатор дал старт строительству нового здания, которое по плану откроет свои двери уже 1 сентября 2023 года. Да, вот это здание существующей школы. И вот здесь будет расположено новое здание школы. Фасады, как это будет выглядеть. Хорошо, это 500 мест, да? Да. А потом после вот с этим что делать? С этой школы. Она остается как здесь. Особое внимание уделяют профессиональному образованию в вузах и техникумах. Выпускников этих образовательных учреждений ждут на предприятиях. В рамках рабочей поездки Евгений Куйвышев посетил некоторые из них в Азбесте – горно-химическую компанию, открывшуюся после реконструкции больницу. Ее коллектив пополнился девятью целевиками медуниверситета. А в течение ближайших лет в город вернется еще 60 молодых врачей, получающих высшее специальное образование. Для нашего региона в приоритете остаются инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. Ведется работа и по увеличению учебных мест. В вузах более 17 тысяч на 2022 год, в техникумах и колледжах более 23 тысяч. И это только бюджетные места. Екатерина Котельникова, Новости, Первоуральск.